Кубок «Цунами» прошел во второй раз на базе 11-й школы. Юным участникам военно-спортивной игры предстояло выдержать сложнейшие испытания на ловкость, выносливость и знание истории города. Полоса препятствий на Кубке «Цунами» – это вам не стометровка. Самое сложное по выполнению задания далось тяжело практически всем участникам. Тут и преодоление веревочных переправ и лабиринт, стенка с препятствиями змейка, бросок гранаты и в завершении стрельба в мишени. Также успешно, как и с полосой препятствий, команда 12-го лицея «Арсенал» справилась и с пинтболом. Ребята не новички в этом деле. Ко всем испытаниям были готовы. Мы заряжаемся друг другом. Каждый из нас поддерживает друг друга. Это командная работа. Соревнования мне очень нравятся, да и ребятам тоже. Это какое-то разнообразие в жизни. То есть это украшивает жизнь. Кстати, в этом году задания оказались не только сложнее, но и гораздо интереснее. Юные патриоты провели целый день под открытым небом. Состязались в различных видах стрельбы, в испытаниях, на скорость и выносливость. Еще одно нововведение соревнований – исторический конкурс с географической изюминкой. В этот конкурс, в этом году я добавил один вопрос, загадку, касающийся исторических мест города Люберцы, непосредственно памятников воинской славы и воинской доблести. А еще кубок цунами – это сборка-разборка автомата Калашникова, пистолета Макарова. Состязание на умение завязывать туристические узлы. Стрельба в интерактивные мишени. Всего участникам соревнований предстояло пройти 11 этапов. Проводится для военно-патриотического воспитания наших ребятишек, для того, чтобы они росли настоящими патриотами нашей Родины. Ну и, естественно, чтобы повышали свою физическую подготовку, также свое умственное развитие, чтобы были разносторонне развиты. За второй кубок цунами сразились 12 отрядов юной армии городского округа Люберцы. Главный трофей вновь достался команде хрупких девушек из школы хозяйки мероприятия. Молодые патриотки уверены – секрет успеха в регулярных тренировках. Мы на протяжении всего года занимаемся, и какой-то особой подготовки именно перед соревнованиями у нас, по сути, нет. Потому что мы это все делаем на наших тренировках, потому что это кубок нашего клуба. И для нас это главное соревнование на протяжении за весь год. Второе почетное место досталось воспитанникам Феникса из 52-й школы. А третье призовая награда – Арсеналу из 12-го лицея. Патриотическую традицию Кубка Цунами организаторы продолжат и в следующем 2019 году. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.